Татарский этнокультурный центр отметил праздник Касо Масе. Традиционно в этот день заготавливают мясо гуся, а также пух для подготовки приданного невестам. Своё мастерство должны были показать и молодые девушки, ведь за ними наблюдают взрослые женщины и присматривают хорошую партию для своих сыновей. Праздник дошёл до наших дней и сохранился как национальная традиция. Касо Масе – одна из главных традиций татарского народа с древних времён. Обычно праздник проводится в декабре, когда гусиный пух особенно пышен. Наши предки были более рачительными и старались, чтобы от всего был прок. Мясо гуся засаливали, чтобы хватило до начала весны. Пухом набивали перины и подушки для приданного. Отбирали и перья для письма. Всё действие обязательно сопровождалось народными песнями, ведь пух лёгкий, да добывать его тяжело. Всем желаю до следующего праздника дожить весело, гулять, веселиться. Под предлогом, что это гусиный субботник, все татары собираются, песни поют, веселятся, готовят гусиный лапшу. Все блюда гусиные вкусные, угощение идёт, взаимное понимание, любовь между родственниками, соседями, близкими. Татарское этнокультурное объединение хранит все традиции и проводит мероприятия, приуроченные к ним. Праздник гусеного пера, один из них, так национальное наследие передаётся из поколения в поколение. В посёлках, в аулах, они всегда все собирались семьями, и всегда они резали гусей. И все вместе, до 100 штук, все помогали друг другу общивать гусей, а потом пили чай, угощали друг друга. У нас молодежи мало, потому что сейчас все на учёбе, а так у нас старшее поколение, которые нам показывают эти традиции. И мы должны всё это, не тяять эти традиции, всё время продолжать их дело. Все национальные праздничные мероприятия Татарское этнокультурное объединение проводит по вековым канонам. Обязательно надевается традиционная одежда, а во время мероприятия исполняются старинные национальные песни. Разумеется, без угощения не уходит никто. Одно из блюд – гусь, приготовленный по особенному рецепту.